Всем привет! Я, честно говоря, уже устал придумывать разные подводки к видео, так что просто спасибо за то, что смотрите и приятного просмотра! Десятое место. Шерлок Холмс Краймс энд Панишментс. Впервые увидев эту игру, я сразу подумал, что она для средних ПК, но, как оказалось, нет и вполне неплохо идёт на слабых компухтерах. Что, кстати, вдвойне приятнее, ведь одно дело просто бродить по викторианскому Лондону с хорошей графикой, другое же дело выискивать улихи. К тому же, эту игру, как и половину других игр из этого топа, мне посоветовали, за что я хочу выразить всем огромную благодарность за помощь в поиске игр. Ну а как гласить название, это очередное приключение известного британского сыщика Шерлока Холмса вместе с неизменным другом Ватсоном. Так мы будем расследовать шесть несвязанных между собой преступлений, три из которых взяты прямиком из книжного оригинала. Но разработчики максимально постарались сделать так, дабы и знающему историю геймеру было интересно играть. По своей сути, это обычная point-and-click адвенчура, где нужно находить улики, допрашивать свидетелей и подобное, дабы решить дело. К тому же, в момент допроса можно внимательно изучить собеседника, что откроет несколько новых строчек диалога, которые впоследствии могут помочь в сопоставлении найденных улик и фактов в чертогах разума, дабы сделать определённые выводы. Девятое место. Contract Wars. Ну а об этом шутере я вспомнил благодаря прошлому топу, где засветилась браузерная флэш-игра. И думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Contract Wars никогда была точно такой же браузерной игрой. Притом даже несмотря на это, которая могла похвастать хорошей графикой, полноценным геймплеем и даже каким-никаким онлайном. Суть здесь сводится, как и в большинстве шутеров подобного типа, в сражении команда на команду, где в случае победы даются монеты, которые после в лобби можно потратить на покупку новых пушек. И что странно, за всё время, пока я играл, а это порядка нескольких месяцев, я не помню, чтобы встречал читеров. Да, конечно, это было давно, несколько лет назад, когда её ещё не выпилили из ВКонтакте. Сейчас же, насколько я понял, сыграть можно только скачав клиент, из-за чего онлайн изрядно так упал. Ибо игра лишилась, на мой взгляд, ключевой особенности, где не нужно было ничего скачивать, а просто открыл сайт и играешь. В любом случае, когда неуважение игре, в которой я раньше проводил свой досуг, о ней стоило вспомнить. Тем более, что она до сих пор функционирует, и в неё можно сыграть. Восьмое место. Heroes and Generals. Ну и не будем далеко отходить от фритуплейных шутеров от первого лица, только на этот раз, который вышел относительно недавно, в этом году. Но уже в сеттинге Второй мировой. И что, кстати, удивительно, по аналогии с Шерлоком, увидев графику этой игры, я даже и подумать не мог, что она идёт на двухъядерном процессоре, с 4 гигабайтами ОЗУ и видеокарте на 512 мегабайт видеопамяти. Сразу с порога игра начинает ассоциироваться с батлой. Это тоже мультиплеерный шутер, где есть различные классы пехоты, техника и множество различного оружия. Но немного поиграв, начинаешь замечать отличия. Но, во-первых, это сугубо командный шутер, где бежать и рашить вообще не вариант, ведь задача захватить контрольные точки на карте, увеличивая зоны возрождения союзников. И вот в одиночку их все захватить, а после и удержать просто невозможно. Так что приходится играть в команде, притом нередко прибегая к реальным тактическим ухищрениям. И даже несмотря на спорный баланс оружия по нациям, которых здесь, к слову, всего 3, можно брать трофейное оружие, если прокачать соответствующий навык. А также из плюсов игра бесплатная, нет проблем с онлайном и, насколько я заметил, а вернее не заметил, с читерами, ибо они мне не попадались. Ну а в остальном, как по мне, топ игра. Седьмое место, Памл Патти. И вот еще одна мультиплеерная игра, хотя на самом деле она больше рассчитана на кооператив до 8 человек, что в принципе особой рули не играет. Но если у вас нет друзей, то есть боты, которыми как можно добавить недостающих игроков, так и заменить друзей. Ведь даже учитывая слоган игры, что она для друзей, скорее уж против них, ибо есть риск их потерять. В любом случае, это сборник различных мини-игр, где нужно победить своих оппонентов, и для этого имеется несколько разных режимов. Но если объективно, самому с ботами играть это такое себе. Намного больше фана, если играть хотя бы с одним другом, а остальные места можно заполнить искусственным интеллектом. Ну а вообще, чем больше реальных человек, тем более если вы сидите в дискорде, то это просто шикарная игра, в которой можно узнать, на что пойдут твои друзья для победы. В общем, это отличная заруба, дабы фанова провести время на карантине, дистанционно играя с друзьями. Правда, после этой игры есть риск их потерять. Потеря, потерь. Шестое место. Серьёзный Сэм Дабл Ди. Как заметили игроки в отзывах к этой игре, она слишком безумная даже для серьёзного Сэма. Хотя, по факту, это платформенный Bullet Hell в 2D, где Сэму предстоит точно так же истреблять толпы врагов, только в ряды которых записались и хомячки-мутанты, и летающие макаки на джетпаках, стреляющие бананами, и не весь кто ещё. Но и Сэм от них не отстаёт, а вернее его вооружение. Так, ключевой особенностью игры является возможность комбинировать разные виды оружия, которые просто устанавливаются поверх предыдущего. И таким образом можно соорудить целую пирамиду, которая будет разносить врагов на куски, и всё для того, чтобы дойти к финальному боссу и сделать с ним то же самое. Вообще, разработали эту игру не Devolver Digital, но и не без их участия. Так, к выходу третьей части они запустили программу, где любая творческая инди-студия могла сделать свою игру по мотивам культового персонажа. Ну и по итогу получилась эта игра, в меру фановая и невероятно безумная, за которой можно скоротать как парочку минут, так и парочку часов, в зависимости от ваших предпочтений. Пятое место. Keep Talking at Nobody Exploders. А для этой игры нужно как минимум два игрока, ибо она опять-таки заточена на кооператив. Но, конечно же, чем больше людей, тем веселее. Задача здесь крайне сложная — обезвредить бомбу, при том руководствуясь указаниями или криками своих друзей, тут уж как пойдёт. Ведь один из игроков сидит за столом с бомбой, у которой есть таймер, а у другого есть руководство по её обезвреживанию, но он сам её не видит. Из-за чего нужно кооперироваться, точно объясняя, что ты видишь, и внимательно слушая своего друга. Или друзей, так как игра нереально подходит для компании, что опять же отличный вариант для карантина. Плюс каждая бомба генерируется процедурно, то есть даже если вы однажды видели инструкцию по обезвреживанию, это не гарантирует, что у вас получится сделать это самостоятельно. К тому же игра ещё и может научить, например, конкретно отвечать или задавать вопросы, понятно формулировать мысли и прочие, казалось бы, простые вещи. Но когда у тебя таймер на исходе, не так-то уж и просто. Четвёртое место — The Walking Dead. А это уже серия игр в жанре интерактивного кино, сделанное на основе одноимённого комикса, а не сериала. И это важно, потому что персонажи здесь абсолютно другие. Хотите поиграть в игру, основанную на сериале, то можете опробовать шутер The Walking Dead Survival Instinct. Здесь же акцент делается не столько на шутере, сколько на ситуациях, эмоциях и переживаниях людей, которые попали в мир, охваченный зомби-вирусом. И нам под управление даётся некий Ли, прошлое которого довольно-таки туманно, но мы знаем, что в прошлой жизни он был преступником. Но в новом мире, где не осталось законов, решил искупить свои грехи, спасая осиротевшую девочку Климентину. И на их взаимоотношениях и будет строиться большая часть эмоционального фона игры. При том, что с каждым персонажем, которых мы будем встречать, можно поговорить, и от нашего выбора будет в дальнейшем зависеть разворачивание сюжета. Так что любителям глубокого вариативного сюжета советуем. Третье место. Килинг Рум. Мне частенько под видео советуют Килинг Флор, благодаря которой я наткнулся на эту игру в рекомендациях в Стиме. Так что технически эту игру мне никто не советовал, но по факту, опять же, если бы не вы, то я бы её не нашёл, и она бы не попала в это видео, за что огромное вам спасибо. Сама суть в игре банально проста – выжить. Но вот задумка весьма уникальна, ведь наш персонаж попал на некое реалити-шоу 22 века, где нужно отбиваться от различных врагов, коих в игре имеется более 25, для того, чтобы поднять зрителям настроение. И исходы в этой игре два – или стать победителями, получить приз, или дать убить своего персонажа. Ну а дабы не произошёл второй исход, имеется около 15 различных пушек и более 150 юзабельных предметов. И это при всём при том, что в игре присутствует неплохая такая система прокачки, как для шутера. Да и в целом, так как персонаж попадает как бы в реалити-шоу, то всё зависит от самих зрителей, как искусственных, так и вполне реальных, что добавляет некой неожиданности при прохождении. Что, кстати, может понравиться игровым стримерам, так как именно благодаря этой механике можно разнообразить обычный стрим, дав возможность зрителям делать выбор. Ну а если вы соло-игрок, то всё равно скучать здесь не придётся. Второе место – Orcs Must Die. Об этой игре я уже ранее упоминал, но в более масштабном топе, где на описание одной игры отводится не слишком-то и много времени. Так что есть повод более подробно о ней поговорить сейчас. Тем более, учитывая, что активность канала в момент выхода того топа довольно сильно упала, а соответственно многие просто могли его пропустить, так как видео не выводилось рекомендации. Но не суть, вернёмся к игре, которая на сера сделана в жанре Тауэр Дефенса, только не обычного, где нужно расставлять лишь орудия для защиты по карте, но и самому принимать участие в сражениях. Так мы играем за ученика мага, который должен охранять портал Мир Людей, а толп Огров, Орков и другой нечисти. Для этого имеется несколько замков, а если быть точным, то 24, где и будет происходить замес, перед которым нам как защитнику дадут время на его осмотр, расстановку всех ловушек, которых действительно много и есть шанс, что все заодно прохождение и не открыть, плюс к тому же можно расставить лучников и самому взять в руки арбалет, копьё и другое оружие, включая магию. Притом всё это обильно сдобрено чёрным юмором, что в совокупности со свободой действий и постоянно растущей сложностью не отпускает до самого конца. И первое место, Дримскейпер. Ну во-первых, это игра в жанре рогалика, что уже оттолкнёт некоторую аудиторию, а во-вторых, в самой игре обучение сделано в крайне плохой пиксельной графике, что также может некоторым не понравиться, хотя в обычном геймплее графика на довольно высоком уровне, при том учитывая, что игра к тому же ещё идёт на слабом ПК. Так мы управляем за девушку, которая может входить в осознанные сновидения, где сражается с различными врагами на рандомно генерируемых локациях. И на этом, по сути, и строится весь геймплей. После чего можно проснуться, дабы в реальном мире пообщаться с людьми, заняться крафтом, прокачкой своих перков, дабы в следующем сне одолеть новых противников. И вот на этом моменте игра становится куда интереснее, ведь удары и атаки проработаны весьма разнообразно. К тому же, сами враги олицетворяют жизненные проблемы в реальности, где после победы над одним появляется главный босс, одна из главных проблем. Но не всё и не всегда строится лишь на сражениях, иногда попадаются и головоломки, решив которые можно получить новые мощные предметы. Конечно, игра не лишена минусов, но для каждого они будут свои. Кто-то, например, как я уже говорил вначале, не любит рогалики. Но для меня же это просто хорошая игра, которую я и советую. Ну а на этом всё. Я невероятно признателен за то, что вы досмотрели до конца. Да, надеюсь, видео вам понравилось и вы поставите ему лайк, так как они вместе с комментариями и подписками помогают поднять активность, которой каналу ох как в последнее время не хватает. Так что надеюсь на вашу поддержку, а с меня, конечно же, будут новые топы. Ещё раз спасибо за то, что досмотрели до конца, приятной игры и до скорых встреч в новых или старых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok